Всем привет! С вами канал Геральдика. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Финляндии. Герб Финляндии официально используется в качестве главного государственного символа страны только с 1978 года. Хотя понятно с первого взгляда, что символы, изображенные на нем, имеют гораздо более длинную историю. Корни их следует искать в Средневековье, когда стилизованный лев появился на статуе Густава I вазы, одного из самых известных шведских монархов. Статуя была установлена в готическом соборе города Упсала. Интересный факт, касающийся изображения льва на гербе Финляндии. В определенный период времени разгорелась настоящая борьба между сторонниками льва и медведя по поводу того, какое именно животное должно занять центральное место на главном символе. Лев еще у древних скандинавов считался символом могущества, олицетворением власти. Хотя, согласно уверениям отдельных ученых, это был не лев, а рысь, которая более привычна. Часть населения вступила в дискуссию, предлагая заменить изображение экзотического льва стилизованным медведем. Ведь это животное выступает как символ Северной Финляндии, является одним из самых популярных персонажей финского фольклора и народной культуры. Существовал проект Большого Герба Финляндии, в котором находилось место и для льва, рыси, и для медведя. Однако этот проект официально так и не был утвержден. Лев остался победителем в борьбе за место на государственном символе страны. Герб Финляндии свидетельствует о стремлении к независимости, созданию сильного государства, которое сможет противостоять любому неприятелю. Лев – основный персонаж на государственной эмблеме страны. Каждая его деталь особенная, каждый элемент играет свою роль. В оформлении использованы благородные цветы и оттенки. Червленое поле щита, золотой лев, сабля и меч серебряные, их рукояти – золотые, девять серебряных розеток, украшающих поле. Лев повернут в профиль, в правой его лапе меч, поднятый высоко вверх. Левое животное придерживает саблю. Он как бы стоит на ней, символически попирая, это своеобразный намек на победу христиан над мусульманами. Щит венчает короны, аналогичное тем, которые использовались немецкими князьями. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!